Сегодня мы поговорим о бане и людях с больным сердцем с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Баня – это не только приятно, но и полезно для здоровья. Однако существует миф, что с больным сердцем в баню нельзя, что баня может навредить. Давайте разберемся в этом вопросе. Больше всего исследований проведено о влиянии финской сауны на здоровье в целом и сердечно-сосудистую систему. Чем отличается сауна от русской бани? В сауне температура воздуха от 70 до 110 градусов при относительно низкой влажности в 10-20%. Сложно сказать, можно ли переносить эффекты сауны на русскую баню, где влажность намного больше. Мое мнение, что можно. Успех любого мероприятия зависит от умеренности и здравого смысла, что происходит в бане с организмом. В сауне кровь приливает к расширяющимся сосудам кожи, возникает учащенное сердцебиение, давление может повышаться. После сауны давление снижается. Во время физической нагрузки и после нагрузки происходит то же самое. Посещение сауны можно сравнить с пассивной кардио-тренировкой. Правильно проведенная банная процедура снижает стресс. Именно поэтому у людей, которые часто посещают сауну, снижаются риски инсультов, инфарктов и внезапной смерти. Баня также хорошо влияет на профилактику гриппа и простудных заболеваний, хронических заболеваний бронхолегочной системы. Баня может помочь при головных болях напряжения. Регулярное посещение бани снижает риск болезни Альцкеймера и сосудистой деменции. Обратите внимание на слово профилактика. Во время острого заболевания или при обострении хронического заболевания баню использовать категорически запрещено. Например, во время простуды или когда давление скачет. Это не лечение. Это профилактика. Любая профилактика проводится только в стабильном состоянии. При грамотном подходе пациенту с больным сердцем баня будет полезна. Всегда помните, что необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Могут быть отдельные нюансы болезни, которые надо учесть при посещении бани конкретно у вас. Общие рекомендации для посещения бани после инфаркта, стентирования, инсульта, гипертоникам, пациентам с аритмией 1. Стабильные показатели сердечно-сосудистой системы. Пульс, давление, температура тела. 2. Не ходите в баню, когда вы простудились, устали, расстроены или просто плохо себя чувствуете. 3. Хорошее настроение и позитивный настрой обязательно. 4. Удовольствие от бани в первую очередь. 5. Алкоголь перед, во время и после бани категорически запрещен. 6. Курение запрещено. 7. Умеренность в количестве и длительности банной процедуры. 8. Постепенное увеличение нагрузки, как при тренировках. 9. Пейте воду, никаких газированных сладких напитков. 10. Остывайте постепенно. Всегда помните, что баня с похмелья может спровоцировать гипертонический криз, нарушение ритма сердца, инфаркт и инсульт. Самый ужасный ужас любого кардиолога, когда пьяный гипертоник ныряет в прорубь после бани или пытается вернуть здоровье таким способом после очередного праздника. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольное исследование, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!